Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Вторник, 24 апреля. И начнем наш разбор, как всегда, с пары EURUSD. А по паре EURUSD тенденция в рамках часового таймфрейма нисходящая сохраняется. Мы подошли к среднесрочному уровню поддержки, от которого мы можем отбиться, но пока подтверждение этого мы не получили, что, соответственно, свидетельствует сохранение нисходящего тренда на текущий момент. Цели по нисходящему движению – это область 1.2157, а ближайший разворотный уровень на текущий момент располагается на максимальной значении 20 апреля на отметке 1.2353. Пока торгуемся ниже данного уровня, основная тенденция сохраняется нисходящая. Пара британский фунт, американский доллар, также в рамках часового таймфрейма сохраняет свою тенденцию нисходящую. Мы также торгуемся вблизи среднесрочного уровня поддержки, от которого мы также можем отбиться, но подтверждение этого будет чуть позже. Будем об этом говорить на следующих видеообзорах. Если мы увидим движение нисходящее, то ближайшая цель – это область 1.3875, а ближайший разворотный уровень располагается на отметке 1.4032, максимум вчерашней торговой сессии. В том случае, если пара британский фунт пробивает и закрепляется данный уровень сопротивления, то с текущих цен уже вероятно возобновление роста с целями до 1.4665. По паре американский доллар-канадский доллар, также в рамках часового таймфрейма тенденция восходящая сохраняется. Следующие цели роста находятся в области 1.2977, а ближайший разворотный уровень пока остается на минимальных значениях пятницы на отметке 1.2629. По паре американский доллар-японская иена также тенденция восходящая сохраняется. Следующие цели роста – это движение в область 1.0982, а ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальных значениях, которые были зафиксированы 19 апреля, на уровне 1.0721. По паре австралийский доллар-американский доллар сохраняется нисходящая тенденция. Цели по данному движению – это область 1.7539, ближайший разворотный уровень отмечаем на максимальных значениях вчерашнего дня, которые были зафиксированы на уровне 1.4683. Далее пара евро-фунт. Тенденция восходящая по данному активу также сохраняется. Ближайшие цели роста – это уход выше максимальных значений, которые были зафиксированы вчера в понедельник и в пятницу на прошлой неделе. Максимальные значения 87.90 и после преодоления данного максимума двигаться по направлению 88.49. Ближайший разворотный уровень на текущий момент отмечаем на минимальных значениях, которые были зафиксированы вчера на отметке 87.44. Золото продолжает свою тенденцию нисходящую. Мы также вчера торговались вблизи среднесрочного уровня поддержки на отметке 1321.00 за тройскую унцию. Пока ниже его уйти не смогли, но предпосылки для снижения сохраняются. Цели по снижению – это область 1313.00. Ближайший разворотный уровень пока отмечается на максимальных значениях 18.00. В апреле – это отметка 1355.00. Формируется боковик. Боковик по золоту. Уже несколько недель он сохраняется. Будем следить дальше, как ситуация будет меняться. По нефтемарке Brent мы сегодня с утра видим торговлю выше максимальные значения, которые были зафиксированы вчера в понедельник. Что в свою очередь подтверждает сохранение восходящего сценария по данному активу. Следующая цель роста – это область 7753.00. Ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальных значениях пятницы – это отметка 7307.00. По индексу DAX мы сегодня с утра обновили максимальные значения пятницы, что в свою очередь нам дает предпосылки на завершение небольшого коррекционного движения, которое было буквально 3 торговых дня, и возобновление роста с целями на 12919.00. Отмена восходящего сценария последует в том случае, если мы увидим обновление минимальных значений, которые были зафиксированы вчера, на уровне 12459.00. По биткоину сегодня с утра мы также увидели обновление локальных максимумов. Ушли выше отметки 9032.00 за один биткоин и уже торгуемся в области 9226.00. Цели по восходящему движению – это область 9934.00 за один биткоин. Ближайший разворотный уровень на текущий момент отмечаем на минимальных значениях понедельника – это отметка 8721.00. Пока торгуемся выше данного уровня, основная тенденция сохраняется восходящая. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание, всем желаю хорошего торгового дня. Напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы писать в комментариях. Всем хорошего дня и увидимся завтра.